Здесь можно не столько объяснить, сколько предположить. До, буквально до совсем недавнего времени, это было закрыто, можно сказать, полной тайной. Сейчас это начинается открываться. Что там, за темной занавеской, в раздумье глупые умы, когда же с треском разорвалась занавеска, увидели все мы, как заблуждались мы. Я не совсем точно о Мараха Яма, вам процитировал, извините, да. Ну, чуть-чуть ошибаюсь, да. Так это же бывает. Это полезно. Так вот, я что хочу сказать. До недавнего времени действительно было очень трудно понять. Сейчас, когда мы уже столкнулись с современными технологиями, и когда мы уже видим, что человек может оказаться под полным контролем тех, кто интересуется, особенно когда сейчас мы видим, что есть возможности внедрения даже в само тело так называемых чипов, с этих компьютеров, которые будут контролировать все наше поведение, все наши поступки, все наши разговоры, а может быть, скоро и мысли даже, не знаю, то представьте себе, и вся эта информация будет поступать куда нужно. Так вот, если будет антихрист, то есть, не будет, а обязательно он будет. Если действительно он станет властителем мира, он станет обязательно, то каждый человек, кто не вывесит флаг в честь его, например, этого спасителя мира, так будет наказан, как? Он пришел в магазин, так, статичка едет, нагрузил, показывает, а у вас, у вас на вашем счету ничего нет. Как? А так? Ничего нет. То есть все поведение будет фиксироваться, передаваться куда-то в центр управления, и малейшее несогласие человека, будем говорить, с политикой, с идеологией, так, этого властителя мира тут же будет фиксироваться, и он останется, что он не сможет ничего ни продать, ни купить. А денег-то скоро не будет, это, надеюсь, вы все понимаете. Деньги бумажные, они скоро, все, кончатся. Уже во многих странах Европы, уже, вон, Швеция, например, фактически почти уже, все, только уж ради туристов еще есть деньги, только и всего. Безналичный расчет. Да, все по карточкам электронным, все так будет. Так вот, оказывается, тот, кто не примет его, и вдруг скажет, я не приму, есть один Господь Иисус Христос из Назарета, он только, ах, он только. Хорошо, хорошо, все отключается. Вы ничего не сможете купить. У вас никто ничего не купит тоже. То есть, и продать не сможете, вы будете обречены на что? На голодную смерть. Это как один из вариантов, может быть, еще хуже варианты, но, по крайней мере, на это. Вот так, так, ну, и как Иисус? Ну, за кого вы? За какого Спасителя? Вот, вот, о чем идет речь. Но как можно избежать катастрофы этой? Внешне никак. Поэтому предупреждает Евангелие. Уже в Евангелии об этом говорится. Христос говорит, когда придет другой во имя Свое, того вы примете. Уже апостол Павел пишет, особенно во втором послании к фессалоникийцам, называет этого негодяя человеком греха. Это антихриста. Прямо о нем точно пишет. Поэтому призывают святые, пока не поздно, пока мы живем еще более-менее нормальных условий, обратите свое внимание не на эту внешнюю жизнь, которая во мгновение ока может перевернуться, как лодка в море. Займитесь, в конце концов, собой, своей душою. Если вы этим займетесь, если постараетесь жить действительно по Евангелию, вы сможете устоять и скажете, да, я умру, но не отрекусь. А многие, как это написано и в Евангелии у апостолов, а многие не выдержат и примут. И таким образом бедные, конечно, жестоко пострадают. Вот примерно такой смысл, который содержится в этих строках апокалипсиса.